Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале коротко о главных темах выпуска. Новый бомбардье приземлился на острове. Двухмоторный самолет будет перевозить пассажиров на Курилы из север Сахалина. Это первый самолет в парке авиакомпании «Аврора», который, по сути дела, новый. Ледовый плен для автомобилей. Ловушку спровоцировала коммунальная авария в Луговом. Горводоканал на порыв отреагировал не сразу. Скажите, а почему только сейчас приехали, а не четыре дня назад я поступила заявка? Не знаете, да? Нет, без комментариев. Убийца найден в тюрьме. Тяжкое преступление раскрыто на Сахалине. Главный подозреваемый уже полгода сидит в колонии в Красноярском крае за другой криминальный талант. После этого подозреваемый взял с пола осколок стекла и нанес им один удар в область шеи потерпевшего. Особая поставка сахалинской бройлерной курицы к Новому году. Гостем программы «Наш день» станет министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко. Это не тот полный объем, который мы можем удовлетворить всех, все население. Это только мясо охлажденное пойдет в около 40 тонн. В поисках черных лесорубов на Сахалине началась предновогодняя спецоперация «Ель». Идем по следам, но в основном граждане. То есть с ножовкой где-то в кустах пилят там эти елки. На горном воздухе завершается строительство подвесных канатных дорог. Насколько спортивно-туристический комплекс готов к потоку отдыхающих, оценил губернатор. Сегодня здесь круглосуточно работает система искусственного оснижения, а новые канатно-кресельные подъемники запустят на северном и южном склонах. В настоящее время уже мероприятие находится на завершающей стадии. Буквально в течение недели будет закончено строительство парковочной зоны для канатных кабинок. И, соответственно, в недельный срок у нас будет проведена пусконаладка, подготовка окончательных склонов. И к 24 числу мы планируем все-таки открыть комплекс. Также Олег Кожемяка побывал и на стройплощадке новой входной группы. Она будет готова к осени 2017-го. Предусмотрено двухэтажное здание с кассами, пунктом проката и камерами хранения. Также в следующем году начнется освоение северного склона горы Красной. Здесь будут созданы зоны катания протяженностью в 20 километров. Канатная дорога длиной в 2700 метров будет проложена от долины реки Яланьки и до вершины горы. Это уже будет, конечно, другой уровень. И, безусловно, сегодня мы видим, что практически все гостиничные туры уже раскуплены. И 2100 мест, которые представляли гостиницы, они уже забронированы лыжниками из других регионов Дальнего Востока. Поэтому это дает надежду, что в этом году лыжники получат новые трассы, получат новое удовольствие, получат более комфортное катание. Операция «Ель» стартовала на Сахалине. У так называемых «черных лесорубов» не осталось практически никаких шансов. Теперь рейды с участием полиции проводятся и днем, и ночью. В одной из таких вылазок поучаствовала и наша съемочная группа. Предновогодняя лихорадка началась. Любители бесплатных юлок отправились в лес, чтобы вывести главный символ года. И, возможно, почувствовать себя героями. Но сотрудники лесничеств всегда на чеку. Особенно в эти недели. 20 декабря началась общая для всего Сахалина операция под кодовым названием «Ель». Ежедневно, в будние и выходные дни, 34 патрульных команды прочесывают леса в поисках браконьеров. Мы видим следы. Идем по следам, но основным граждане. То есть с ножовкой где-то в кустах пилят там эти елки. Ну, хитрость одна у граждан. Они, значит, в дневное время пилят их, в вечернее время начинают выносить. То есть под покровом ночи идут. Увидели машину, разбегаются все. Однако наивные браконьеры не знают. Патруль работает даже ночью. В каждой группе есть сотрудник полиции, который прямо на месте оформит нарушение закона. Что грозит черным лесорубам? Физическое лицо заплатит штраф 3-4 тысячи рублей. Плюс придется возместить ущерб за каждое дерево. Кроме того, для особо злостных нарушителей предусмотрена уголовная ответственность. За елочки можно даже сесть. За решетку на срок от 2 до 6 лет. Но если все-таки удалось дерево незаметно вывезти из леса, это не значит, что удача на стороне преступника. Для этого у нас организованы посты стационарные на дорогах, где сотрудники полиции останавливают, проводят досмотр транспортных средств. И в случае, если провоз елок осуществляют без пропуска на провоз елок, начинается разбирательство. Для юридических лиц штраф исчисляется совсем другими суммами. Это сотни тысяч рублей. Тем временем количество самовольных порубок в Сахалинской области значительно сокращается. В позапрошлом году зафиксировано 10 подобных случаев. В 2015-м уже 5. В этом сезоне пойман один – черный лесоруб. На него уже заведено уголовное дело. Срубить елочку можно и за 5 минут. Но стоит ли оно того? Да, она постоит дома пару недель, порадует на новогодних каникулах. А потом засыпет весь ковер иголками, и ее придется вынести на помойку. А чтобы выросла елочка такой, на это потребуется как минимум 15 лет. Так что любоваться вечнозелеными красавицами лучше в естественной для них среде. Более двух тысяч сахалинских предпринимателей получили в этом году поддержку правительства региона. Самая востребованная – финансовая помощь. Ею воспользовались почти половина заявителей. В реальных цифрах это 220 миллионов рублей. В 2017-м работа будет продолжаться. Особое внимание уделят инвестиционным проектам. За финансовой помощью предприниматели смогут обращаться в правительство или администрацию муниципалитета. Также в Сахалинском министерстве экономического развития напоминают о возможности предоставления займов. В рамках нашей программы создан фонд поддержки предпринимательства. Фонд – это действие у нас с 2010 года. Пользуется популярностью наш этот фонд. В текущем году, в 2016-м году, мы изменили условия предоставления займов. Но это связано с внесением изменений в федеральное законодательство. И мы увеличили сумму займа от 1 миллиона до 3 миллионов. И срок погашения кредита увеличили с 1 года до 3 лет. А в рамках мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса за счет средств областного бюджета в 2016-м государственную поддержку на возмещение фактических затрат, на приобретение лесозаготовительной техники, деревообрабатывающего оборудования и на производство работ по лесовосстановлению получили 18 представителей малого и среднего бизнеса. На общую сумму более 14 миллионов рублей. Также при поддержке правительства Сахалинской области в рамках модернизации областных автономных учреждений подведомственных министерств была приобретена лесозаготовительная техника производства Республики Беларусь. Это лесозаготовительный комплекс Хорвейсия с Харвардером, рубильная машина и фронтальные погрузчики. Ледовый плен для автомобилей и непроходимые лужи для людей. Коммунальная авария произошла в одном из дворов в Луговом. Фонтан воды вот уже 4 дня бьет наружу. Все это время жители домов и сотрудники управляющей компании ожидают приезда бригады Горводоканала. Несколько дворов в Луговом оказались буквально замурованными во льду. Машины, подъезды и дороги из-за порыва затопило водой. В понедельник утром в управляющую компанию начали поступать жалобы. Однако проблема оказалась не в ведомстве учреждения. За аварию несет ответственность городской водоканал. Туда сотрудники ЖКХ Луговое уже 4 дня пишут и звонят. Результата нет. Человек может быть 50 уже, если не больше, за это время позвонили. И одни как бы спокойно, а некоторые люди уже доведены до крайности. Кто не может выехать, машины на месте стоят, дети падают, и дети в воду залазят. То есть у людей уже нервы на пределе. Очень тяжело с людьми разговаривать. Жители не могут уехать на своих автомобилях из ледового плена. Теперь их вытащит только специальная техника. Также сотрудники управляющей компании писали письма в департамент городского хозяйства. Ответа не последовало. Приходится предполагать самим. Видимо, на трубе, расположенной под землей, произошел порыв холодной воды. Вода течет. Какие неудобства. Во-первых, это наши деньги вытекают. Они же закладывают все в сумму эту. А мы платим за эти утечки и во все. Они даже не торопятся ремонтировать ничего. Вот жалко за детей. Они же тут бегать не смотрят, куда им. Вот это вот. Уже звонили в водоканал и бесполезно все. Этот двор относится сразу к двум адресам. Улица 2-я, железнодорожная 38 и Гайдука 1-В. Бедствие жители терпят уже не первый раз. Кроме придомовой территории, страдали и подвалы. В четверг во время работы нашей съемочной группы сюда наконец добралась бригада горводоканала. Специалисты установили оборудование и уехали. По их словам, согласовывать документы на проведение земляных работ. Скажите, а почему только сейчас приехали, а не 4 дня назад, когда поступила заявка, не знаете, да? Все, без комментарии. Позже бригада вернулась на место порыва и продолжила работы. Представители горводоканала пообещали, что последствия утечки, в том числе и ледяные наросты, устранят сами. Время пришло. Пора менять шины на машине. Огромный выбор шины диска в расстрочку. И по низким ценам в самом лучшем шинном центре «Гигант». Улица Больничная, 106. Телефон 73-88-11. Сахалинские аграрии переходят на зимний график работы, а к Новому году островитян ждет особая поставка бройлерной курицы. Об этих и других темах поговорим с министром сельского хозяйства области Михаилом Кузьменко. Запись беседы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас. Михаил Петрович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сахалинцам, в какой режим сельское хозяйство перейдет зимой? Какие объекты будут работать и какие, соответственно, возможно, свернут деятельность на этот период? Здравствуйте. Ну, сельское хозяйство – это вообще такое производство. Процесс производства никогда не останавливается. Что касается животноводства, все комплексы животноводческие, молочного направления продуктивности, мясного направления будут работать. Начнем с того, что Мерсия Агросахалин выполняет все свои планы по поставке мяса свинины. Сахабекон таким же образом поставляет мясо свинины на рынке Сахалинской области. Плюс перерабатывается эта продукция в этом предприятии, который уже в деликатесном виде, в разнообразии своем пополняет сегодня, разнообразит нам стол сахалинцев. Кроме этого, производства идет молока, молочных продуктов, все перерабатывающие предприятия. Сельхозтоваропроизводители, которые имеют переработку у себя, выпускают этот продукт. Это не останавливающийся процесс, процесс ежедневный, и он требует особого внимания для сельхозпроизводителей, для того, чтобы не снизить свою продуктивность в тех животных, которые они держат, и получать качественный продукт. Все для этого необходимого есть, производства настроены, кормами сельхозпредприятия обеспечили. Что еще у нас на сегодняшний день? Дополнительно вводится 2 гектара теплиц. Это совхоз тепличный, и уже первая партия огурцов пошла на рынок. С двух предприятий эта продукция на сегодняшний день идет. Это Красногорская заимка и совхоз тепличный. Вот вся зелень, огурцы – это наше собственное производство. И сегодня уже уровень обеспеченности по году будет до 10 килограмм на одного жителя. Это уже хороший результат. Всегда сахалинцев волнует зимняя цена на овощи. Вот сейчас вот эти новые вводы площадей, помогут ли они снизить цену? И какова политика сейчас ценовая в этом сегменте? Новые технологии, которые сегодня применяются – это досвечивание. Вот светокультуры, тепловолюбивые растения, они требуют непосредственно других затрат. Для того, чтобы получать несвойственные климатическому периоде эту продукцию. Соответственно, идут и большие затраты. Поэтому резкого падения не будет, но сдерживающий фактор на сегодняшний день есть – получая хорошую урожайность. Сегодня надо отметить, что мы приблизились уже к таким рекордам, как 106 килограмм с квадратного метра получаем огурца. Как на досвечивании, которое находится. Без досветки получаем 60 килограмм огурца и более 50 килограмм томатов. Это тоже рекордные показатели. То есть технологии сегодня в нашем предприятии тепличном отлажены. И есть хорошие результаты и показатели. Но при этом мы говорим, что на фактор ценовой влияет и затраты на теплоснабжение, и на светодосвечивание. На досветку идут затраты. Поэтому цена на сегодняшний день, которая зафиксирована, она будет и до конца нового года. Хотелось бы еще отметить то, что есть у нас и такие направления, как птицеводство. Которое на сегодняшний день и меняет формат своей работы. Пошло первое мясо птицы в четвертом квартале. И вот в конце декабря еще один цикл выдачи мяса бройлеров, который пойдет на стол сахалинцам перед Новым годом. Вот именно эта тема интересна. Насколько сахалинские производства сегодня готовы именно деликатесную продукцию на новогодний стол поставлять? И что вы считаете, может быть, самым популярным из того, что производит наш птиц? На сегодняшний день продолжим говорить о мясе птицы, которое 28-27 в течение пяти дней будет идти на прилавки магазинов для потребителей. Но это не тот полный объем, который можем удовлетворить всех, все население. Это только мясо охлажденное пойдет, в около 40 тонн оно выйдет. Удивил ли вас вот этот взрывной спрос, который возник? Потому что, по сути, их просто сметают с прилавков. И я так думаю, что уже есть в мыслях, что нужно срочно увеличивать производство, естественно. Вот действительно удивительная ситуация для вас? Да, она была в какой-то степени неожиданна. Мы думали, что все-таки пойдет первая птица. Возможность выбора у сахалинцев будет. Охлажденное мясо бролеров. Но такой потребительский спрос был просто для нас, вот впечатлил всех, и производителей в первую очередь. Потому что какие-то даже ажиотажные вещи возникать стали. Началось все это сметаться с прилавков, резко создаваться определенные очереди. И, соответственно, мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы поменять структуру производства. Сегодня переходим на новые технологии, связанные с тем, чтобы нарастить максимальное количество выпуска этого мяса в 2017 году. Сейчас напольного содержания мы планируем перейти в клеточное содержание. Тем самым с одного квадратного метра получить больше мяса. Если напольное содержание в птичнике содержалось 32-34 тысячи птиц, то в клеточном содержании мы будем получать и содержать 64 тысячи птиц. Соответственно, выход будет в два раза выше. И вот те планы, которые мы поставили перед собой на 2017 год – модернизировать имеющееся помещение, дополнительно ввести новые технологии и получить до 2600 тонн мяса. А к уровню 2020 года мы должны выйти на уровень 10,5 тысяч тонн и, соответственно, закрыть большую потребность нашим собственным производствам. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Новый самолет «Бомбардье» Q400 приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Борт канадской марки приобретен для авиакомпании «Аврора» по решению губернатора Олега Кожемяка. На средства из областного бюджета. Сейчас машина проходит таможенное оформление. Двухмоторный турбовинтовой самолет является одним из самых быстрых. Его крейсерская скорость свыше 600 км в час. Салон рассчитан на 70 человек. Самолет отвечает всем международным стандартам, так как это последнее слово турбовинтовой техники. Эксплуатироваться будут, конечно, в первую очередь на линиях Сахалинской области. Это Курилы, это север АХ. Первый рейс самолет совершит в январе. Планируется, что до конца этого года парк «Авроры» пополнится еще одной аналогичной машиной. Ее приобрели также на средства из региональной казны. Эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». Сразу три человека получили легкие травмы в аварии, произошедшей в переулке «Отдаленный». Здесь водитель «Тойоты Марк-2», не справился с управлением и выехав на встречную полосу, столкнулся с «Лексусом». Благодаря детскому креслу ребенок также не получил серьезных травм. В Холмске за укрывательство убийства осужден местный житель. Речь идет о нашумевшем преступлении, произошедшем в феврале этого года. Подсудимый стал очевидцем жестокой расправы между двумя бездомными. В результате один из них погиб. Чтобы избавиться от криминальных следов, убийца расшлинил тело и разложил его по нескольким пакетам. Их-то и помог донести и выбросить в мусорные контейнеры подсудимый. Ну а страшную находку обнаружил этим же утром один из холмчан. В судебном наследании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимого к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил. В Александровске-Сахалинском раскрыто преступление, совершенное еще в марте этого года. Тогда на одной из дач следователи нашли тело 42-летнего местного жителя. Причина смерти – ранение осколком стекла. Так как дом был закрыт снаружи, а в комнате был перевернут кухонный шкаф, правоохранители ранее предполагали версию несчастного случая. Однако экспертиза, длившаяся полгода, ее провергла. Повторное осмотрение уголовного дела вывело на главного подозреваемого – 20-летнего парня, который оказался любовником 30-летней гражданской супруги потерпевшего. Трагедии предшествовала драка. Уже ночью подозреваемые вместе со своим знакомым пришли в дачный дом, где между мужчинами состоялась драка, в ходе которой они опрокинули шкаф с посудой. После этого подозреваемый взял с пола осколок стекла и нанес им один удар в область шеи потерпевшего. Убийцу нашли накануне в колонии под Красноярском. Там он отбывал наказание уже за другое преступление. В ближайшее время подозреваемый будет этапирован обратно на Сахалин. Свой бизнес на Сахалине. Есть ли смысл начинать? Герои нашего следующего сюжета – мастера по стеклу Илья Матюхин и Константин Акулов. Вот уже 7 лет, вопреки примете о разбитом зеркале, они успешно творят и создают как уникальные произведения, так и обычные бытовые предметы. Два компаньона и мастера на все руки вместе начинали с подработок в разных компаниях, а затем пришли к выводу, что надо расти и открывать свое дело. Взялись за стекло не самый легкий материал. Приходится постоянно выдумывать, чтобы найти интересные формы. Вот и мастерская, кажется, вся из стекла. Это несколько переоборудованных помещений. Мы должны видеть время, сроки использования, то есть узлов, которые у нас делают открывать, закрывать. В них устроены доводчики, обычная фурнитура. Когда с Константином начинали, у нас стоял вопрос. Либо мы будем зарабатывать деньги, возить стекло, продавать, ничего не делать. Либо мы будем работать именно на изделиях, то есть это будет мастерская по душе, не просто финансы, это именно душевная работа. Стекло – очень хрупкий материал, и работа с ним требует от мастера специальных навыков. Трудно подвергается обработке. Наши герои знают, как можно увеличить срок эксплуатации стекла. И показывают на примере. Для обывателей это настоящий трюк. Стекло выдерживает несколько ударов инструментом. Секрет в специальной пленке. Мастера пропускают через нее стекло, после чего не боятся его разбить. После ламинирования материал выдерживает несколько ударов инструментами. И даже разбившись, не причиняет ущерба тем, кто находится рядом. Покрытие защитное исполняет свою функцию в 100% мобильный, даже в этих местах, где пробивается. То есть мы имеем четко защищенную поверхность с мелкими осколками, как в принципе с любого стекла. Далее оно все вкручено, вклеено, уже происходит демонтаж, замена стекла. Но иногда стекло бьется не специально. Особенности транспортировки материала на остров – это трудоемкий процесс. И не раз мужчин подводили транспортники, доставляя разбитый груз. Поэтому они мечтают о том, чтобы на Сахалине построили перерабатывающий завод. Готовят даже свой проект, который хотят предложить правительству региона. Паранайск, Невельск, Холмск, Корсаков, Анива, Долинск. Ближайшие к Южно-Сахалинску населенные пункты охватывают мастера по стеклу. Их помощь требуется не только на индивидуальных заказах, но и в дошкольных учреждениях. У меня запомнились, это года два-три назад мы выезжали. У нас был ночью монтаж, потому что детишки днем там. Мы вынимали битые стекла хулиганами первых этажей деревянный храм. Когда все штапики вываливались, это было ужас. И мы делали это потому, что дети зимой просто померзнут. Спустя некоторое время заведующая говорит грамоту. Мы говорим, да, хорошо, у нас есть доска почета, мы ее туда... Тут уже не вопрос денег, они не платят столько денег, у них нет такого бюджета. В 2015-м компания «Стекломастер» получила поддержку от муниципалитета. Администрация выделила на развитие бизнеса 300 тысяч рублей. Эти деньги пригодились для закупки нового оборудования. И, как считают молодые люди, благодаря такой финансовой помощи хочется развиваться и продолжать творить. По данным Министерства экономического развития области в 2017-м году, предварительный объем средств на поддержку предпринимателей составит более миллиарда рублей. Это была вся информация выпуска. Эти и другие новости найдете на сайте СТВРУ. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова